Добрый день, уважаемые телезрители. Я рад вас приветствовать на телеканале ГИС. С вами программа Дачная Жизнь и я, Владимир Стекачев. Доступает пора, когда нам обязательно нужно посетить нашу дачу, когда нам нужно произвести некоторые манипуляции для того, чтобы наш сад нас потом отблагодарил. И эта операция называется «Формировка обрезка плодовых деревьев». И сегодня мы покажем вам в саду у Анатолия Николаевича Минина. Здравствуйте, Анатолий Николаевич! Анатолий Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Самарской государственной сельскохозяйственной академии. И поэтому я обратился к нему за консультацией, чтобы в это время на своем участке воочию показать нам, как же нужно проводить формировку и обрезку плодовых деревьев. Обрезка Обрезка, в общем-то, это один из приемов по уходу за плодовыми деревьями. Если дерево не обрезать, оно со временем загущается, крона становится густой, в кроне скапливаются вредители, скапливаются болезни. Значит, качество товарной продукции уже не то, то есть яблоки, например, если мы идем к яблони, становятся мелкими, они поражаются паршой, вредителями, плодожорка в основном. Так что обрезка это один из способов, агротехнических способов по уходу за плодовыми деревьями. Обрезка Обрезка В следующий год нужно заложить у этого саженца уже три скелетных будущих ветвь или нижний ярус. У груши на сильнорослом подвое штамп должен быть 80 сантиметров, у яблони тоже 80 сантиметров на сильнорослых подвоях, на полукарликах 60 сантиметров и на карликах 50 сантиметров. Дальше идет первая скелетная ветка, вот, или формируется сразу же ярус нижний из двух или трех скелетных ветвей будущих, направленных в разные стороны по концам света. Вот это саженец уже, вот видите, конкурент, да, то есть у него угол острый, он был предварительно обрезан, но почему не на кольцо, потому что я обрезал осенью и на случай суровой зимы я оставил, как бы, защитную часть. Естественно, весной я этот пенек удалил. Тулин Николаевич, ну давайте скажем, вы уже сказали, что на кольцо или не на кольцо, что такое, не все еще знают, что такое, на кольцо, на пенечек и так далее. Ну, пенек, это защитная зона, то есть с составлением там двух-трех почек, вот от этого колечка. Кольцо, это, например, вот этот побег, он был, вернее, выращен два года назад, а вот это однолетний побег, одровесневший побег, который вырос, вырос в прошлом году. И тут вот, как бы, листовой след, вот колечко образовалось, то есть, которое показывает, например, прирост этого года или прошлого, вернее, года, а это уже то, что выросло раньше. Это, как бы, утолщение от молодой ткани, от взрослой, вот он, как бы, рубечек проявляется, вот поэтому нужно резать вдоль этого рубечка. То есть, тут, как бы, опробковение идет, то есть, сдутие вот этой коры. То есть, это вот, так называемая, формирующая обрезка, то есть, она начинается уже от посадки саживаться. И продолжается, значит, и три, четыре, а то и более лет. Ну, если яблоня вступают в полношении на сильнорослом подвое, где-то на пятый, на шестой, а в производстве их переводят на седьмой год, вот, поэтому, вот, до вступления в полношение и занимаются формирующей обрезкой. Если саженцы произведены в государственных питомниках, а их сегодня осталось очень-очень мало, вот, и, с другой стороны, рабочих, классных, как бы, говорится, специалистов, их остается все меньше и меньше с каждым годом, в принципе, саженцы формировали уже в питомнице. Сегодня таких саженцев практически нет, саженцы производят в однолетнем возрасте, поэтому частнику, то есть, покупателю, приходится формировать этот саженец уже самому. Вот эта яблоня уже находится в периоде полного плодоношения, ей где-то 10 лет, значит, ее уже, формировали, значит, у нее ярко выражен нижний ярус, вот, скелетных ветвей, далее, через 35-40 сантиметров, тут средний ярус, но здесь сделаны прививки, поэтому они обрезаны, вот, и верхний ярус, вот, состоящий из двух скелетных ветвей и центральных проводников, то есть, видите, что вот, в этом месте уже крона снижалась с переводом на боковую ветку. Значит, вот скелетная ветвь, от нее идет полускелетная ветвь первого порядка, это полускелетная ветвь второго порядка, и на ней уже находится плодоносящая, так называемая, древесина, то есть, ну, например, вот, это кольчаточка, то есть, вот, плодовое образование. На них и будет уже урожай, вот, и плодовый прутик, вот, который заканчивается цветковой почкой, то есть, вот, он где-то 15 сантиметров, вот, эти до 3 сантиметров, ну, здесь простые кольчатки, вот, это сорт красное, раннее, летнего срока созревания. Два года назад была произведена обрезка, судя по тому, как уже отросли побеги и спящих почек, вот, если смотреть верхнюю часть кроны, то есть, где-то 2-3 года, вот, но, тем не менее, это дерево подлежит обрезке. В принципе, обрезать нужно ежегодно, ну, или хотя бы через год. Для того, чтобы обрезать это растение или эту яблоню, нужно иметь хороший инструмент. То есть, это пилки садовые, я пользуюсь или немецкой пилкой, или шведской пилкой, то есть, они служат 3-4 года, не затачивая, вот, это хороший инструмент. Затем секатор, хорошо отточенный, вот, которым нужно производить срезы, ну, где-то, например, вот, ну, такой толщиной, там, до сантиметра, ну, даже можно и до 2 сантиметров резать этим секатором. Сучка-рез, то есть, на палке сучка-рез, ну, это нашего производства, в общем-то, меня он устраивает. Один недостаток только, ломаются вот часто пружинки. Ну, вот, теперь перейдем к принципу обрезки. Значит, ясно, что тут уже четко выражены скелетные ветки, да, вот. Значит, нужно просто произвести разреживающую обрезочку. Значит, то есть, удалить ветки, идущие в крону. Здесь, вот видите, то есть, в свое время ветка была снижена, направлена на боковую часть, а вот из волчка, любая обрезка, в принципе, вызывает усиленное волчкообразование, вырос волчок, вот ему 2 года. Нужно было его удалить еще в прошлом году. Ну, ничего страшного, я удалю его сейчас. То есть, он идет вглубь крона, мы его удаляем. В принципе, нужно обрезать так, чтобы сквозь крону пролезал воробей. Тогда будет правильно, тогда инфекций будет меньше, вредителей будет меньше, крона будет продуваться, значит, яблоки будут крупные, они будут более окрашенные, вот, ну, и вызревать будут лучше. Анатолий Николаевич, мы в следующей передаче продолжим уже начатую тему, потому что в одной передаче мы не сможем все охватить. Я благодарю вас за эту консультацию, спасибо, до следующей передачи, до свидания. Дорогие друзья, а я прощаюсь с вами, до следующей передачи, удачи, до встречи на даче.